ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажем так, уточнение сделать в самом конце этого эфира. Да, программа пишется именно в тот день, когда играется седьмой матч серии между Магнитогорским Металлургом и Омским Авангардом. Будем надеяться, что там все пройдет чин-чинарем для судей. Спорных моментов не возникнет. Но даже если какие-то спорные моменты в этом матче возникнут, мы их обязательно включим уже в следующую программу. Так что сегодня второй раунд, но без седьмого матча серии между Магниткой и Авангардом. В общем, начинаем. Много головы будет, Алексей Владимирович. С головы мы и начинаем. Не в спорных моментах, а в общеобразовательных. В том числе. Потому что у нас все-таки здесь не третейский суд, а мы здесь рассказываем и показываем те или иные судейские решения, которые были приняты не с позиции, еще раз повторюсь, не с позиции суда или на Голгофу. Абсолютно совершенно. Давайте начнем. Давайте предупредить. Такое превью. Что не понравилось? Не понравилось, что почему-то пошла у нас голова. И, к сожалению, по печальной статистике, если она начинает идти, она начинает идти какой-то серии. Надеюсь, она на этом закончится. Потому что, еще раз напомню, в том числе хоккеистам, болельщикам и зрителям, что за удар в голову у нас по правилу идет или 2 минуты, или 5,20. То есть, нету некого такого промежуточного варианта в виде 5-минутного удаления. Это я сразу перед моментами говорю. Соответственно, у судей при выборе того или иного штрафа классифицируют удар в голову 2 или 5,20. Мы, да, думаем об этом, как и сделать, поменять на следующий сезон, но об этом не хотелось говорить. Это отдельная передача. Безусловно, да. Об этом поговорим. А сейчас именно к ударам в голову. И как раз вот Металлург против Авангарда. Матч за номер 1. 5,20. Получается, Джош Карри получает нападающий Магдагорского Металлурга. Пожалуйста, ситуация. Давайте. Самый главный момент, на который всем очень часто зрителям нужно и хоккеистам, и тренерскому штабу обращать, это как он попадает. В результате чего видит, не видит. Очень опасное действие, это когда игрок бьет в слепой зоне. В слепой зоне это не есть хорошо, потому что игрок не может собраться, подготовиться. Но немножко разные моменты. Не тогда, когда идет какая-то борьба. Были разные моменты. В том числе, там, с Каса Спартаком был момент. По-моему, на Дроздове. Так рано. Давайте пока про этот момент. Хорошо. Я просто говорю. Почему 5,20? Потому что слепую зону, потому что не попадает не в корпус, конкретно бьет в голову. Я знаю, что было там возмущение о том, что Шеребзяна его уводит, после этого он выходит, забивает два гола. Знаете, так жестко скажу, наверное, у судей нет рентгена за данное действие, которое никак не связано с игровыми. Действие никак не связано с игровыми, вот так сказать. Это действие, это такое, а-ля, ну, небольшое хулиганство в моем понимании. К сожалению, это, конечно, не две минуты, это пятерка, которую нужно давать. Ну, повторюсь, что у нас из опции 2 или 5,20. Судьи сходили, посмотрели, оставили свое решение в силе. Это 5,20. Готов, как бы, с вами обсудить, если у вас какие-то есть... Леонид Владимирович, давайте вот как раз и начинать обсуждение. Ты понимаешь, у меня такое ощущение сложилось, я не оспарю, я просто хочу, ну, понять. У меня такое вот ощущение сложилось, что вот он, когда его бил, он когда шел, он шел бить его нормально. Но тот так немножко отвернулся, и не через тело этот удар пошел? Нет, этот как раз удар не через тело, он четко попадает ему в голову. То есть сомнений не было никаких? Сомнений не было, нет, это удар в голову. Тут потяжелее будет, наверное, момент, дальше 100%. Подожди, ну, давай мы это по порядку. Прямой удар в голову. Понятно, но, как сказать, Шеребзянов, вот вы же там список составляете относительно... Давайте так, наверное, если мы сразу переходим с головы на курсы... Один вопрос, который задается... Есть достаточное количество хоккеистов у нас сейчас во втором раунде. Мы в предыдущей программе просили очень сильных хоккеистов не придумывать, не приукрашивать и уважительно относиться к хоккею. К сожалению... Шеребзянов попал в ваш список? Он там. Ну, Леонид Владимирович хочет еще уточнить. Нет, нет, все. Тут не дорисовывал или нет? Нет, не дорисовывал, это разные моменты. Давайте так, просто... Он не дорисовывал, просто его там не убили, там чтобы лежать столь. Просто вопрос, как лежат, где и как, я не уполномочен говорить. Просто что не нравится, повторюсь, я скажу это на камеру, не нравится. Я знаю и хоккеисты, и многие функционеры, и уже болельщики на это обратили внимание, что любое столкновение начинает... Есть больно, но есть моменты, когда можно встать и поехать, и там посидеть, а есть моменты, когда целенаправленно ждут доктора, но это начинает немножко... Алексей Иванович, по итогам 5 плюс 20 кари. Еще раз, давайте вот завизируем. Почему именно 5,20? Не игровой эпизод, степень воздействия на 5,20, конкретный удар в голову и слепая зона. Ну, вот важный нюанс, прозвучал именно степень воздействия, то есть это по-прежнему имеет безусловно важное значение в тракторах. Западно на восток и не через тело. Да, и западно... Если ты хочешь, чтобы тебя никто не понял, ты вот говоришь западно на восток сразу. Нет, я... Леонид Иванович, тут прозвучало еще... Блин, повлилось шансов, у меня несколько раз задал вопрос, о чем говорит Анисимов? Что это значит? Я еще раз повторюсь, давайте. Есть действия, когда игрок пытается... Как правило, когда игрок пытается идти сбоку и попадать в корпус соперника. Да, они попадают, если в плечо, это хороший силовой прием. Но если ты уже не попадаешь в плечо, там без вариантов... А попадаешь в голову. Ты попадаешь в голову, и это тяжелое действие. Из того, что вот Алексей рассказывает, для меня вот самый серьезный аргумент, это вот то, что ты сказал, слепая зона. Ну, тогда да. Ну, и запомним, давайте степень воздействия, потому что, мне кажется, вот этот вот нюанс будет иметь ключевое значение, потому что мы и дальше продолжаем разбирать моменты, которые были связаны с атакой в область головы и шеи, и там разные судейские формулировки. Алексей Иванович, СКА... Ремарку можно? Давайте момент покажем, и вы обязательно успеете сказать свою ремарку. СКА, Спортак... Дроздовый момент, да, да. Но и вот... Немножко разные моменты, судьи ходили, смотрели. Тут степень воздействия над Дроздовым все-таки не на пятерку. Во-первых, он там не делает... Как вот ее классифицировать? Смотрите, но он не бежит, ничего пытается... Смотрите, я сейчас вот перебью вас, вы обязательно скажете. Вот смотрите вот на этот план. Он, Токранов видит, видит Дроздова. Вот он прям смотрит на него. И можно подумать, что цель его как раз голова. Смотрите, смотрите, Токранов пытается совершить силовой прием, пытается совершить его в грудь. Он не вытаскивает, ну, скажем так... И Гарри, наверное, хотел совершить в грудь. Смотрите, он ничего не поднимает, ничего не делает. Он не бежит до него в грудь. Нет, это было удаление. Вопрос у Владимира неправильно. Ну, тут две минуты дали только. Две или пять, он спрашивает. Мы тут раздавали пять. Ну, и почему две? Потому что степень воздействия, то есть не на пятерку, он не бежит. Это обычная, скажем так, обычная силовая борьба возле борта. Он не бежит, не прибегает даже какое-то расстояние. Дроздов его видит, он не попадает ему в слепую зону. Понимаете? Но степень воздействия и попадания в голову мы видим. То есть плеча не было... Вот поэтому я отвечу вам по-другому. У нас есть в голове изменения, знаете, вот такой черный юмор. Две мало, пять и двадцать много. Я думаю, если бы Шеребзянов сразу встал, то тоже дали бы этот опыт. Думаю, что, ну, думаю, что, наверное, нет. Дмитрий Владимирович, ну, согласитесь, если в том эпизоде пять и двадцать, то, думаю, для меня, да. Ну, это для вас. Разная степень воздействия. Раз. Б. А Дроздову не попадает в слепую зону, он это видит. С. Он ему попадает в том числе, там, частично, ну, там, корпус он его не задевает. Он пытается пить перпендикулярно, и он не выставляет любую какую-то там часть тела. Ну, просто неудачный силовой прием. Алексей Владимирович, все это понятно. Понимаете, почему я сделал акцент и... А у кари в голову попадает. А здесь куда попадает? Тоже в голову. Посмотрите, вы сейчас пытаетесь подвести все... Нет, Алексей Владимирович, извините, вот вы выскажитесь. Я просто хочу, чтобы наш зритель тоже прекрасно понимал, о чем мы говорим. Я почему сделал акцент именно на степени воздействия? У него она чуть не отлетела. Да вот с другого раза, когда на встречу, когда тебе Володя говорил. Да, послушайте. Посмотрите еще раз, подбородок. Еще раз, смотрите, внимание, что он на двух ногах, он не разбегается, Токранов едет, пытается на двух ногах. Вот отсюда, вот отсюда смотри, вот смотри. И что? Ну, просто смотри. Конечно, вы в слоумошине показывали. Ну, в слоумошине. В слоумошине. Он пытается, он же не видит, что... Смотрите, Токранов даже не видит его голову, то есть у него нет цели головы. Мне кажется, что он как раз... Токранов едет навстречу. Подождите, это ваше... Еще раз, смотрите, Токранов видит уже и... Вот, подбородок. Да попадает он ему. Впадает. Вот для меня нет никакой разницы между корей и так рану. А я говорю, попадает, он идет на двух ногах, не разбегается. Алексеевич, мы вас поймем, если вы объясните эту разницу. Вот что ключевое. Вы слушаете меня, но не слышите. Еще раз. В прошлом видеоэпизоде игрок едет, попадает в слепую зону, Шеребзянов его не видит. Здесь идет борьба за шайбу. Дроздов понимает, что против него могут совершить силовой прием. Он ему попадает в бороду. Это две минуты. И этот момент конкретно, в данный момент, это усмотрение судьи. Понятно? Степень воздействия. Степень воздействия он видит, он видел, он знал, он ощущал. Он видел, он в двух метрах располагался. Он видит и понимает, что происходит. Потому что это очень тонкая линия. Ну, лежал, я вам скажу. Приблизительно столько же, сколько и Шеребзянов. Это очень тонкая линия, поймите. Вы пытаетесь увести, что любой удар в голову, сейчас 5,20, нет, было достаточно таких сил. Нет, я пытаюсь в другую сторону увести. Что если вы выбрали эту линию, там, с Паниным, с Карри, там, тогда и держите ее. В этот момент и по степени воздействия. Что с Паниным, что с Карри, еще чего-то. Леонид Иванович, напомню вам судейство субъективно. Это да. Так, кстати, мы выучили за несколько лет эту фразу. Хэштег можно ставить. Мы продолжаем разбирать моменты, связанные с атакой в область головы и шеи. Авангард против Магдагорского металлурга Николай Прохоркин. Тут сразу два эпизода будет. Друзья, мы как бы не делаем общий вывод, глядя на конкретный эпизод, мы общий вывод по всем этим эпизодам сделаем чуть позже. Ну, а пока разбираем этот момент. Это атака игрока, не владеющего шайбом. Он не попадает ему в голову, попадает в корпус без шайбы МАЕ. Он не попадает ему в голову. Формулировка именно атака игрока, не владеющего шайбом. Это блокировка, конечно. А дальше приходит момент в следующей игре, когда Прохоркин идет и действия никак не связаны с отбором шайбы. Я сначала думал, что там действия связаны с отбором шайбы. Если вы сейчас его покажете. Мы покажем, Алексей Иванович. А вот почему блокировка? Потому что, опять же, он не владел шайбой. И плюс ко всему, почему не атака в область головы и шеи? Потому что сначала в корпус. Он вообще, в принципе, попадает ему сюда, в грудь, в корпус. Просто у того уже голова по инерции идет. Если бы, конечно, сбоку попал в голову, там другая история. Понятно. А вот сейчас уже переходим ко второму эпизоду с Николаем Прохоркиным. Эпизод, который уже случился в пятом матче. Вот, пожалуйста, смотрите ситуацию. Ну вот, видите, как у вас всегда говорят. А, Ксюландович, смотрите. Но и в предыдущем эпизоде там ничего не свистнули. Что, блокировку? Блокировку дали, да? Да. А вот в этом эпизоде, соответственно, вообще ничего не дают. Только постфактум СДК выносит свой этот вердикт. Это удар в голову. Знаете что, у меня вот по этому эпизоду только один вопрос. Почему не пошли смотреть, я знаю. Вопрос такой, что... Они посоветовались? Да, они посоветовались. Смотрите, какая история. Я вот просил вас, но уже бесполезно, видимо. Вам надо лекарства, что ли, давать, чтобы вы помнили, что я вас прошу. Я не хочу вас никак обидеть. Объясню, у меня есть просто... Или возьмите в передачу, я вам покажу просто камеры технические. У меня-то со всех камер это есть. Я сейчас их не оправдываю. Сейчас, Леня, почему я подвожу? Ты к чему про лекарства-то начал говорить? Ну, потому что я всегда говорю, когда сложный момент, попросите технические камеры. Почему он сложный? Подожди ты, какие камеры? У них там вообще камеры не найдут. Я сейчас договорюсь с пареньку, и потом за вас. Это специально для меня, Леня. И потом за вас возьмутся. Значит, смотрите, это удар в голову. Они посоветовались и посовещались, и одного из двух главных перекрывает два игрока, а второго с его стороны, со спины, он в полной уверенности, что он попадает ему в грудь. Почему я сказал про камеры? Потому что если бы вы показали нашу там четвертинку из... Ну, там камера с четвертинкой из синей линии, то вы бы поняли, почему бы принять такое решение. Они пообщались. Я договорю, потом вы скажете все свое мнение. Спасибо. Они пообщались, не пошли смотреть, потому что, объясню, история следующая. Если вы помните, что если у нас главные судьи идут смотреть на пятерку, и там ничего нет, то они должны дать две минуты. Вот это, наверное, то правило, которое тоже мы будем менять. То есть посовещавшись, пришли к выводу, что там он ему попадает в грудь или через грудь, поэтому не пошли смотреть. То, что это удар в голову, я же сказал, это удар в голову. Вот и вся история. Ну, ты договорил? Я договорил. Ну, четвертинки-то при чем-то? Я тебя просто спросил, почему не пошли смотреть? Так и сказал бы, что одному из судей показалось, что в грудь. Я рассказываю все для того, чтобы наша передача была не залинчевать кого-то, как она была прошлой, а передача, чтобы рассказать, почему. Простой вопрос. Почему не пошли смотреть? Я на будущее говорю, что нужно просто просить еще камеры, в том числе, как из прошлой передачи. Вы показали момент, вы показали момент, спасибо. Да при чем тут камеры-то? У судей нет никаких камер, они на льду, они посоветовались и решили не смотреть. Я тебе задал вопрос, почему они не смотрят? Потому что в прошлой передаче вы показали момент, и показалось, что ничего нет. А когда мы сходили посмотреть свою техническую камеру... Вы говорили передачу, и поехали. С меданом? Нет. А с чем же? Задержка с этим... Вэй. А там задержка соперника рука, задержка соперника, стопроцентная. И Владимиру я прислал потом этот момент. Я говорю, вы берете в передачу, а болельщики потом пишут, здесь несправедливо, там несправедливо. Так вот, когда берете моменты и хотите что-то рассказать, нужно иногда просить все-таки видеоматерируй. Я закончил. Значит, да, вот специально для, допустим, обиженных относительно предыдущей программы и эпизода с Вэем Ичибисовым. Я дословно помню, что я сказал в том эпизоде. Задавая вопрос Алексею Владимировичу, спрашивая, что там было, я сразу же бросил такую ремарочку. Алексей Владимирович, посмотрите, там судья находится в очень выгодной позиции. Может быть, он все-таки правильное решение выбрал? На что Алексей Анисимов ответил, нет, там, к сожалению, ничего не было. Я не могу все моменты посмотреть. Согласен, Алексей Анатольевич. Зря вы вернулись просто в предыдущую программу, тогда и я мостик опять верну в предыдущую программу. Алексей Анатольевич, опять про эту пятерку. Смотрите, мы разбирали момент с Кемфером и Чистяковым. Тогда тоже судьи почему-то не воспользовались опцией 5,20. Ну, хорошо, что там как-то пронесло, и они... Ну, почему пронесло? Алексей Анатольевич, вы в самом начале сезона придумали специально эту опцию, чтобы не происходило таких вот моментов. Ну, посмотрите лучше. Владимир, теперь спокойнее, я тебе спокойно объясняю. Есть судья, который на льду принимает решение. Если судья считает, что это было 2 минуты, это его решение окончательное, как это было в серии Акбар Савангард, он считает, что 2 минуты. Этому суде нужно доверять. Рассмотран опять, и все. Нет, отменять это мы не можем. Слушай, ну это грубая ошибка, да, я так понимаю? Очень грубая. В каком плане? Четыре человека просмотрели нарушение вообще, СДК выносит, что это был удар в голову. Нет, давайте так, если вы сейчас, я сейчас официально заявляю, если вы будете сейчас рассказывать про грубые ошибки и начевать судьи, я эту передачу доктору. Да не заканчивай, господи, как будто тут... Вы каждый раз... Да мы тебя спрашиваем. Это пропущенное нарушение. Грубая ошибка, не грубая, разберет департамент судейства. Спасибо. Подожди, если люди пропускают 5 плюс 20, это грубая ошибка? Если люди пропускают 5 и 20, у них есть за это наказание, и с ними разберутся. Я не спрашиваю про их наказание, я говорю, это ошибка грубая? Это не грубая ошибка. Нет? А, ну тогда нормально. Все, поехали. А вот в этом эпизоде, чтобы опять же... 5 плюс 20, не грубая ошибка, нормально. У вас почему-то последние... Я не обижаюсь, я не завожусь. У вас почему-то последнее время, вы пытаетесь передачу, честно, я и болельщикам готов сказать, увезти в другое русло и пытаться меня здесь... По поводу увезти в другое русло, равных вам здесь нет в этой программе, по поводу того, чтобы увезти в другое русло. Об этом, кстати, свидетельствует предыдущая программа с моментом на 5 и 20. Вот помните, там Панина и Голок. Понимаешь, что люди не понимают, за что дают 5 и 20-то? Потому что вот эпизоды одинаковые, там не дают. Мы поэтому хотим добиться, чтобы ты нам объяснил. Вот и вся наша задача. А в какое русло уводить? Чего уводить? Я вам уже, наверное, конча сезон четвертый, рассказываю. Я рассказываю одно и то же. Про степень воздействия, как он видел, что делает игрок. Я никаким образом не пытаюсь никого никуда увезти. Вы спрашиваете, я вам спокойно комментирую, отвечаю. Все именно так и происходило по итогам трех эпизодов. Теперь по поводу моментов. Я рассказал, показал. Про слепую зону, про степень воздействия. Кто как выставляет плечо, куда он смотрит. По Прохоркину пропущенное нарушение. Дальше. Дали бы, там разбирались бы. Две или пять и двадцать. Что еще в голове было? Алексей Владимирович, смотрите, вы на самом деле-то не дослушали по итогам этого эпизода. Леонид Вайсельд вам задал конкретный вопрос. Первый вопрос. Почему не смотрели? И является ли пропущенной пять и двадцать грубым просчетом судей? Следующее. Я здесь для того, чтобы обсуждать, было нарушение, не было нарушения, а грубые и негрубые ошибки. Согласен. Есть специально обученные люди, которые дадут этому правовую... Да не этому, абстрактно скажи. Люди пропустили пять и двадцать. Это ошибка грубая. Еще раз есть департамент судейства, который разберет все ошибки. Отлично. Надо? Да, я третий раз вам скажу. Ты понимаешь, что дело? Вот тренеры смотрят, смотрят Воробьев, Илья Петрович. И что? Я сейчас на всю страну буду рассказывать. Да нет, просто вопрос. Судья пропустил... Четыре человека пропустило пять плюс двадцать. Четыре человека пропустили. У меня вопрос. Является ли это грубой ошибкой? Простой вопрос. Да или нет? У вас еще есть моменты? У нас еще есть моменты, Алексей Иванович. Я просто вот этот момент... То есть это не грубая ошибка, нормально пять плюс двадцать. Есть еще выслушали Алексея Владимировича. Просто знаете, Алексей Иванович, вот сейчас, признаться, даже где-то вот становится обидно вот за самих ребят, которые были на площадке, да? Здорово судили. Вчетвером, ну, там что-то не увидели. У них была опция посмотреть на 5,20, дать эти 5,20. Они этой опцией не воспользовались, и мы так бурно обсуждаем вот это. Все. Вы, наверное... Теперь оставлю точку, Алексей Иванович. Вы, наверное, правда, я, может быть, я двадцатый раз скажу для передачи. Я здесь, чтобы людям рассказывать и показывать. Были нарушения, не были нарушения. Я здесь, чтобы не рассказывать, как судьи грубо ошиблись. У них есть руководители, они разберутся с ними. Пятый матч серии «Металлурка в ангар» как раз вот эпизод, да, с попаданием в голову Сошникова, где, ну, судьи тут здорово разобрались. Давайте покажем вот эту ситуацию. То есть, опять же, вот все это началось с эпизода с участием Прохоркина. Да, мы точку зрения Алексея Ивановича выслушали. Ну, а потом вот все это заканчивается в начале третьего периода, когда Сошников попадает. И здесь, Алексей Иванович, мы как раз констатируем, ну, тут судьи, видите, как раз забрались в данной ситуации. Тут не разобрались, разобрались просто, что было. Что Сошников, помимо того, что бьет, еще и вытягивает плечо и попадает сбоку. Вот, это вот еще одно дополнение, о котором мы, например, раньше не говорили. Почему мы говорили просто как... Сегодня, я имею в виду. Ну, да, как лифтовое движение шли, вот так назвать, что ли, я не знаю. Ну, выставляет плечо, можно так сказать, если спокойно. Лифт просто сбоку, и Кользин там не такого маленького роста, хоть и нагибает. То же самое, и тоже приблизительно получается там в слепую зону уходит. Как один из вариантов. Разница, вот, то есть в эпизодах, в предыдущем мы посмотрели, так бурно обсуждали. Вот этот эпизод, но тут мы как бы останавливаться не будем. Салават Юлаев Трактор, четвертый матч серии, и вот этот момент с участием Григория Панина. Тоже, в общем, как бы ситуации, где судьи принимают решение. Там вообще началось не с этого, а там для этого хорошо, как Физулин чисто встречает Седлака в первом переборе. Да, был момент, да. Потом идет такой момент, там у борта, и вот Гриша немножко расстроился и побежал его, скажем так, сбоку. Опять же, в слепую зону попадает, попадает так хорошо, от души, если честно. Леонид Иванович, ну, тут посидел, отдышался и потом услышал, что 5,20. Ну. И все, да, тут как бы... А что вы тут больше не... Ну, еще раз говорю, мы показываем моменты же, мы понимали, Алексей Иванович, мы показываем моменты, где в том числе была атака в голову, и судьи моментально приняли вот то вот единственное правильное решение, ситуацию, естественно, где-то со спорными ситуациями, да, и пытались действительно выяснить, что не так. Вот они, как это вы, хрестоматийные моменты. И тяжелее моменты были бы, если там это все прилетало через тело. Вот если через тело, тут было бы уже тяжелее разбираться. Это более как бы другая история уже, там нужно разбираться и такая вещь. Я еще раз говорю, что, наверное, будем поправлять в правилах, а есть такая идея, что... Ну, есть идея там, где между двушкой и 5,20, наверное, нужно вставлять пятерку, чтобы это было проще. Когда человек будет получать пятерку, ну, не уходить до конца, это такая... По крайней мере, именно с головой есть такая задумка, потому что, ну, вот почему-то странно, вот голова пошла, и, наверное, где-то, где 5,20 много, нужно делать 5, чтобы как бы там 5 копить и смотреть уже там с СДК. Посильнее, ну, там на 5,20. Сейчас вот, друзья, я вам еще один момент покажу, правда, этот момент вообще из серии первого раунда, Сибирь и Флорова. Я, кстати, вот не хотел брать вот в предыдущую программу, например, этот момент, потому что, ну, как бы для меня было все очевидно, ну, в голову, в голову атакуют. Но учитывая то, какие моменты были уже в этом втором раунде, я действительно вот решил, как бы, использовать и данную ситуацию. Алексей Иванович, вот тут как раз степень воздействия, 5,20, вот на ваш взгляд. Смотрите, шайба уже давно, Панин освободился от шайбы. Степень воздействия тогда. Ну, судья стоит, смотрит, оценивает его эпизод, он попадает ему сбоку в бороду. Вы же только с этой камеры смотрите. Не, я понимаю, но просто вот опять же, если возвращаясь к эпизоду Стакрана, мы и Дроздовом, там все переводится, и другая. Ну, как мы рассуждаем, и как методически судьи, есть вещи, как бы, игровые, когда они борются, там, у борта еще что-то, это одна история. Когда человек идет бить, и целью является голова. Помните, мы в первых передачах говорили, что сейчас у нас появилась, ну, такая хорошая вещь, как цель. Цель какая? Он что хотел, его ударить, отобрать шайбу? Так и здесь. Вот Панин тот же с Седлоком, цель какая? Засадить Седлоку? Засадил. Цель какая там у Сошникова? Цель какая у Прохоркина? То есть цель какая? У Токранова. У Токранова все-таки, я бы не сказал, что у Токранова цель-то попасть Дроздову в голову, у Токранова провести силовой прием. Опять же, можно по-разному относиться к этому эпизоду. Вы считаете, что пятерка. Судья расценил после просмотра, что это две. Но это, давайте так, если совсем разжевать, Шаров делает там 4-5 шагов, вот это освободился за шайбы. Здесь больше уже такая борьба за шайбу. Ну вот у Токранова. Ну то есть они вместе идут за шайбу, пытаются совершить удар. Вы все это объясняете, Ксения Ильич. Просто вот если брать все эти эпизоды, которые мы быстренько вам прокрутили, да, вот только по Токранову, Леонид Владимирович, прям вопрос. То есть если вот там 5-20, 5-20, 5-20. Я скажу, вот я немножко в этом разбираюсь, но я уже перестал вообще понимать, когда будет 5. Я вот раньше, например, комментировал, я просто вам хочу сказать, я вот комментировал, там раз в какой-то момент я говорю, ой, это 5-20 там. И раз там 5-20 там. Или там это взять варк. Сейчас я уже не понимаю, что происходит. Ну вот вы меня, конечно, можете сколько угодно убеждать, что удар Токранова каким-то образом отличается от удара Шарова, но откровенно говоря, я большой разницы не вижу. Вот что я хочу сказать. Люди не понимают, понимаешь, а люди не понимают, где 5-20, а где вот в чем вопрос. Тут я согласен. Тут, наверное, по-другому скажу, что, скорее всего, возвращаясь, что если было 2-5, 5-20, то, наверное, идеальная картина мира, что у того же Токранова была бы пятерка без 5-20. А во всех других случаях... То есть Токранову дали 2, потому что не хотели, как это вот приплюсовывать. Ну, не то, что... Как он сказал, 2 мало, а 5-20 много. 2 мало, а 5-20 много. Тут такой, блин, момент. Просто, вот видите, как бы по остальным моментам вроде бы никаких таких сомнений серьезных у судей не было. Нет, они прям шли во всех других моментах, они шли, вот этот, как они говорят, final check этот, они шли, уже люди без шайбы, у них цель была другая, цель была прям засадить. Вот, Алексей, если честно вам скажу, вы же там владеете всеми этими техническими камерами, мы даже по телевизионной трансляции как раз, даже в этой программе обратили внимание на то, что... Шаровым, 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 скажу, момент такой, момент такой, вот, ну, такая... А степень воздействия какая? Знаете, что я вам хочу сказать с Шаровым? Просто момент с Паниным, когда он бил Бодрова, когда судьи вообще ничего не дали, а потом пошли смотреть, у них не было выбора не дать Шарову, вот что я вам хочу сказать в этой серии. Game management это называется. Game management, ну, просто тут вопрос с Шаровым, блин... Да слабое оно удаление для 5,20, конечно, но просто после Панина... Степень воздействия. Не камильфо. Ну, просто после Панина с Бодровым надо было давать. Не камильфо, да, там Панина сбегается, это же в этой же игре было. По-моему, в этой я могу сказать. Нет, в другой. Алексей Иванович, тогда по итогу, ну, вы сами видите, вот, в процессе нашего обсуждения у нас тут и страсти накалялись, это абсолютно все нормально, но, смотрите, то есть, вот, как это, Алексей Иванович, чтобы подводить итоги, вот, чтобы, в том числе, Леонид Вайсельд, комментируя матчи, понимал, это 5,20, это, там, 2,10, значит, слепая зона, степень воздействия, в голову через плечо, в голову через корпус. В голову через плечо, это вот сейчас хорошо. Подождите, тут вопрос в другом. Когда вы вдвоем комментируете, с этим... Практически не комментируем этот плывок. Странно. Почему ты нам не дадил? Поэтому у вас удары в голову. Нет, я скажу так, что когда комментируют люди, которые разбираются, посещают там наши там совместные совещания, с ними как бы проще, они реально разбираются, более-менее, ну, правда, комментатор отдать должен. Хуже, когда, так, экскурс, люди, которые не посещают и пытаются что-то рассказать по правилам, вот это хуже. Я так скажу, повторюсь, наверное, некрасивые слова скажу, что правила пишутся кровью судей, не все моменты однозначны, и они, да, там есть моменты такие, которые мы возьмем на вооружение, и будем, наверное, скорее всего, нельзя анонсировать это, но что-то с этим... Да, и итог Шарового 5,20 много, а так рано, вот, две минуты мало. Вот такой вот... Ну, наверное, давайте, наверное, на этом остановимся, да. А мне кажется, вот, если по пятерке на следующий год, то прям... Ну, это вы уже там что-нибудь пропишете. Алексей Иванович, дальше момент как бы попроще, и я думаю, что тут такого накала не будет, как до этого. Ну, кто его знает, Спартак против СКА. Вот любопытный момент с Петерсоном, Алексей Иванович, там вот клюшка ломается, человеку две минуты дают, Ну, вот интересный момент. Интересный момент, потому что они все... Он вроде не сверху там вредно. Нет, ну, он рубище делает. Там, чем интересный момент, после этого приходит еще один момент, вы его взяли, нет? Вот после... он сверху бьет, вот, это рубящий момент, он ломает клюшку, да. Сверху прям, да? Ну, да, это рубище. То есть это вот рубище считается? Это рубище. Ключевое даже не сверху, а то, что... Ну, рубище, да. А дальше будет момент через две минуты, через три, когда они пытаются играть за шайбу в этой же игре, и сбоку вот так клюшки прилетает, и тоже ломается игрока, но у спорта... К сожалению... Петерсону дали две минуты за удар клюшки. А тому-то дали за игру со сломанной клюшкой? А, нет, там мгновенно все, не... Ну, как мгновенно, повторите. Давай сейчас посмотрим. Ну, там он вроде сразу свистит, сразу руку поднимает. Да нет, ну вы посмотрите. Там сразу свисток. Не, не с этой камеры, это второй, который... К сожалению, не услышим этого свистка. Не, ну там... Не, с другой камеры, который... Лень, ты в замедленном смотрите, а вот если вот прям, ну, в онлайне... Вот, вот, вот здесь. Да, но это же слово бошен там, да. Все, он не понимает, что оно слово. Вот оно сломалось, он бросает. Вот, смотри, 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 смотри. Вот, 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 вот. Нет, вы... Это игра со сломанной клюшки? В динамике. Он должен был сразу выбросить. Как вы показываете, да. Но я говорю, что вы в динамике покажите сразу, там сразу свисток. Хорошо, Аксей, смотрите, значит, то есть вот это считается рубичем. Нет, если он свистнул раньше, чем он сыграл, то тогда, да. Ну, только он сломал, он сразу свистит. А то, что там действие, не знаю, направлено на шайбу, то есть он не пытается там... Нет, нет, смотрите, вот все, что рубище, все, что топором, да. И тем более, когда ломает клюшку, ну, у нас так появилось. Или там выбивает, когда игрок без шайбы, помните? Да, 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 да. А не путайте моменты, когда шайба нейтральная, они вот так вот, ну, там, сбоку играют или еще как-то. Немножко разные. Вот то, что по нижней треть клюшки удар, это не играет роль. Не играет. Бывают моменты, когда вот так вот бьют рубище и попадает вместе со льдом, ну, вот идет палка сама у клюшки с крюком, и он вместе бьет и попадает и в лед, и в палку. Понимаете, да, момент? Ну, редко такие бывают. То есть вы сейчас делаете акцент именно на этом рубище, что подразумевается под рубищем? То есть сверху вот так? Ну, не так прям, ну, да. Ну, а здесь, ну, тоже как бы рубище. Если сбоку, нет, если ты сбоку, ну, смотрите, как рубище. Вот если я взял вот так и шибанул, тоже промежуточат, конечно, рубище. А есть моменты, когда за шайбу борются и сбоку две клюшки идут, ломаются разные эпизоды, понимаете? То есть если бы здесь две сломались, то ничего, да? Не, ну, он сверху, он сверху. Сверху все-таки, да? Тут ключевой сверху, да. Понятно. Он использует этот удар для отбора шайбу, у него попадает в клюшку, ее ломает. Ну, тут, к сожалению... Ну, тут надо было этот момент взять, показать, чтобы объяснить. К сожалению, вариантов нет. Ну, к сожалению. Ну, и тут соглашусь, наверное, с Леонидом Владимировичем, если вот, допустим, свистка бы сразу не было, да? Игра сломана. То сломанная клюшка. Да, если он видит ее, не выбрасывает и не реагирует, это его проблема. Да, это третий матч серии, а теперь четвертая игра серии. Там овертайм и перед голом, вот прям перед голом, решающим в овертайме, Алексеевич, вот такой вот эпизод случается, Хохлачев и вот вратарь Юханса. Была подножка? Да, как... Была. Леонид Леонид Владимирович правильно сказал, там у нас пару этих товарищей, которые только чувствуют, уже начинает падать там. Ну, это стопроцентная подножка. Там, ты не устоишь никак, подопорно, не устоишь. Сейчас, посмотрим. Ну, да еще раз, смотрите. Мне кажется, там даже вот хорошо было видно, вот на... Ну, похоже, да, похоже на подножку, подножку. Две минуты, да? Похоже, да. Согласитесь. Ну, и вот в продолжении, кстати, вот, если вы уж там чуть-чуть затронули тему, может быть, дорисовал. Может быть, вот в этом эпизоде немножко было дорисовано. Вот, пожалуйста, Алексеевич, авангард, магнитка, третья игра серии. Вот, смотрите, вот тут Шеребзянов. Это да, это не обсуждается. Слушай, ну, вот это, вот я хочу сказать, вы же там какую-то войну объявили, но это просто безобразие. Вот если вот за это не давать рыбку, то за остальные вообще нельзя давать. Давайте, наверное, по-другому скажу, чтобы, ну, как... Сейчас... Крестовый поход будет продолжен, и все моменты, которые отправляются, они будут отправляться на СДК. Да, я, возможно, думаю, что на следующий год мы поговорим с коллегами, пообщаемся, и немножко к этому правилу еще пожестче подойдем. Вот, я вам... Небольшое отступление. Не то, что это понятно. Я согласен. Вот сейчас один из тренеров «Динамо», Александр Савченко. Я ему в свое время, я как-то судил, я подходил, передошел, так передо мной говорю, Сань, я за тебя сегодня вообще удалять не буду. Даже если, говорю, нарушение будет. Он говорит, почему? Я говорю, потому что я не понимаю, когда ты падаешь, а когда тебя сбивают. И вот этот, как его, Шеребзянов, вот я смотрю на него, такой игрок, это машина, он не должен падать. Я понимаю, там Толчинский упал, Голдобин, там, я не знаю, вот этот, как его... Хохлачев. Хохлачев, там, понятно. Но Шеребзянов, ну, просто, ну, это стыдно. Мне кажется, что, ну, это не факт, что, наверное, клубы это одобрят, но есть, была всегда такая идея, попробовать, может быть, как это делается, не буду говорить, там, в лиге, что когда ты накладываешь первую рыбку штраф, там, предупреждение, вторая рыбка или там третья, ты накладываешь штраф и на игрока, и на тренера. И такая, я давно говорил, у меня была такая идея. Нет, я... Я объясню, почему. Как только ты будешь накладывать на тренера, тренер будет с ним беседовать, но, в моем понимании, такие эпизоды, они не красят хоккей. Я просто считаю, что вообще эти компании, они никому не нужны. Есть нарушения, удаляй, нет нарушения, не удаляй. Но когда просто провозглашаются, что мы боремся, вот боремся, ну, тогда боритесь, вот момент, вообще, 100%. У нас не поймали просто рыбку. Я говорю, я не понимаю, честно, по-мужски, есть какое-то, должно быть какое-то уважение к игре, к партнерам, еще кому-то. Я сейчас не в этом эпизоде, вообще, я уже говорю, третью передачу. Ну, как-то же, ну, не должно это быть. Можешь, я не прав? Не прав, конечно. Ты понимаешь, это игра. Это как в карты шулеры. Ну, я игрок, ты судья, я хочу тебя обмануть, я хочу нарисовать картину. Твоя задача посмотреть, что я симулирую. Это игра, понимаешь, игра. Если как с картами, но это очень хорошее странно. Ну, как, это игра, хоккей, это игра. Просто здесь не поймали рыбку. Значит, здесь вот тот, кто рисовал, он обманул. Конечно. Ну, мне не нравится сравнение. Ну, как мне нравится? Алексей, это игра. Хоккей, это игра. Я понимаю, но тогда просто по-другому надо мега-каленым железом вырезать это все. Трактор, Салават Юлая, вторая игра. Хафизулин, две минуты, опасная игра высокоподятой клюшки. Такая формулировка. Алексей, смотрите, эта ситуация, вон у ворот. И как бы тоже в продолжении, может быть, этих, всех, всех этих художеств, да? Там больше на грубость похоже, там, на перчатки. Ну, просто я же говорю. Вот, смотрите. Это грубость. А тут было вообще что-то? Это грубость, но перчатки в нос попадают. Ну, это грубость, это не высокоподнятая. Просто, ну, видишь, с той стороны, там, клюшка идет вместе с перчатками. То есть, как бы там не случайно Ткачев хватается за... Ну, они все хватают сейчас. Да. Я так скажу. Хватаются все другие вопросы. Вопрос просто нарушения есть или нет, а иногда интерпретация, как это было с тем же, помните, там, толчок клюшкой был. Ну, да. Ну, спартакская. Дали подругу. То есть, как бы нарушения есть, просто формулировка, скажем. Да, это... И это не тот случай, когда имеет принципиальное значение, да? Это методическая ошибка, которую, конечно, нужно поправлять. Леонид Владимирович. Честно говоря, я просто не видел, что он попал в лицо. Я-то думал, что там чистая симуляция. Но если вы говорите, что он попал перчаткой в лицо, то... Перчатки. То есть, тут не высокоподнятая, просто там, клюшка вверху? Симуляции, значит, нет. Авангард против металлурга, Алексей Иванович, вот чтобы тоже было понимание, а вот что это за ситуация? Потому что, ну, может быть, там, я не знаю, там, что правильно было. Емелин и Мае, просто, как бы, опять же, вот, в номер, близость борта и так далее и тому подобное. А что, не дали? Не дали. Вот, может быть, опять мы там про степень воздействия говорим. Что бы именно разобраться? Что бы именно разобраться? Ну, Мабир, я скажу так, что в этой паре таких моментов более чем достаточно. Он не такой прям, я бы сказал, что Коробкин. А там обоюдное вообще в другом эпизоде Коробкина и Корбана Найта. То есть, вот, перед этим моментом, да, оба за... Понимаете, очень такая... Вообще, кросс-чек очень хорошо смотрится, когда есть некое определенное расстояние до корпуса игрока. Когда игрока выдавливают, выталкивают, но делают это без излишней силы или грубости, то это называется выталкивание. Там, как по фотографии, сейчас не вылечивают, но надо брать на примерах. Если брать этот пример, там вся игра такая была, вот, в таких, как бы, выталкиваниях, скажем. Ну, мне кажется, это очень опасно было. Там их достаточно. Толчок на борт тогда есть. Ну, в номер, как вы любите говорить. Нет, там уже не в номер, там и в поясницу достаточно дать. Ну, это же опасный момент. Вот такой, если подходить с позиции, что он в уязвимом положении, как мы говорим, то, наверное, да, этот толчок на борт или кросс-чек давать надо. Тем более, там, не знаю, какой счет. Мне кажется, что вот в этом эпизоде надо как раз... Мне кажется, после этого вся заваруха-то началась. Вот эти Коробкин, там, и вся эта Корбан Найт. Вот если бы этого момента, они же из-за этого все. Просто, Алексей, вот сейчас вам действительно важно дать, как бы, вот четко нам всем понять, вот было здесь нарушение правил или не было нарушения правил. Давайте еще раз посмотрим. Потому что, ну, вот такие моменты, не исключено, еще и будут. Они будут. В матчах, и, ну, с этим мы будем сравнивать, например, этот момент с похожими моментами. Ну, это будет странно. Это ближе к нарушению. Это ближе к нарушению. А вы не можете сказать, что это вот прям нарушение? Ну, нарушение, хорошо. Безближе, это нарушение. Хотя он такой, вы знаете, вот он его не делает, его, как сказать правильно, он его не делает акцентированным, что ли, я не знаю. То есть нет этого, знаете, расстояния пройденного клюшкой в спину, что ли, как-то. А вот близость борта. Помните, мы тоже разбирали моменты, что, ладно, там в середине площадки, а вот когда близко... Это опасное действие, если человек себя не может, конечно, защитить, есть такие моменты, конечно. Борт – это тоже такая одна из вещей опасных. Тем более, когда человек там летит, уже ни руки не поднять не может ничего. Леонид Владимирович. Да это две минуты. Авангард, магнит, ну такая серия. Вот видите, у нас уже программа записывается, серия еще не закончилась. Поэтому мы седьмой матч не взяли. Да, да, да. Товагоник. Я уже боюсь, что там... Да, нет, да, я, ладно, не буду говорить. Да, но судейское-то еще продолжается и продолжится, и будет вас дальше радовать и в следующем сезоне, и через два года, и через три года. Вы не сомневаетесь. Леонид Владимирович, просто нужно пояснить. Давно не было этих моментов, и споры возникли по поводу данной ситуации. Я вот уже беру как вот момент для того, чтобы объяснить зрителям, в чем принципиальная разница, да, и почему вот здесь шайба была именно... Надо напомнить. Вот надо напомнить. Давайте, я попытаюсь даже на пальцы. Вот шайба, вот щиток. А сейчас вас пока не показывают, Алексей Владимирович? Я понял. Сейчас вы в кадре окажетесь? Ну, вот здесь видно хорошо, как воздействие Прохоркина приходится исключительно на щиток. И здесь оно никак не связано с воздействием на шайбу. У нас были такие случаи, причем тоже были в Балашихе. Теперь объясняю подробно. Вот щиток, вот клюшка, вот здесь шайба, вот клюшка Прохоркин. Попадает в щиток, отодвигает щиток, не дает возможности Василию Кошечкину защитить ворота, шайба не торопясь заходит. Если бы Прохоркин, как это было уже пару-тройку раз, воздействовал клюшкой в шайбу и через шайбу завез щиток за линию ворот, это был бы хороший трудовой гол. Только в этом разница. И еще раз напоминаю всем, том же телезрителям и руководителям, и всем, что все моменты, которые происходят вплоть, связанные со взятием ворот, на которые был запрос или челлендж на вне игры, на остановку или на блокировку, мы стараемся быстро, оперативно нарисовать и рассказать, повесить на сайт. И так это у нас с первого дня плывов. Да, ну и более детальное объяснение ситуации уже в нашей программе, программе судей. Леонид Владимирович, ну тут как бы что-то... Да это вообще правило дурацкое, когда вот это можно протыкать вратаря вместе с шайбой. Это вообще какой-то... Я не понимаю. Ну, Леонид Владимирович, надо переписать правильно. Нет, ну вы понимаете, их уничтожают там, этих вратарей. Их просто уничтожают. Вот ты понимаешь, я вратарь, я кладу щиток, вот шайба, я кладу щиток. Меня вместе с этой шайбой завозят. Это можно. Слава богу, вернее, как слава богу, этому Кошечкину повезло, что Прохоркин промахнулся мимо шайбы, попало его щиток. Он же его чуть на голову не поставил, этого Кошечкина 130 килограмм. Ну не поставил бы, конечно, он Васю. Ты посмотри, как он подлетел, как птичка. Так, ладно. Не, ну Вася Кошечкин. Не Кошечкин, а Птичкин. И еще два момента, тоже как бы для сравнения. Динамо против ЦСКА, там был эпизод, когда... Ну они же простые. Ну вот вам кажется, и нам, может быть, кажется, что они простые, но вот тоже вот та самая разница, где подставляет, где бьет по шайбе. Нет, ну там вошайбе. Здесь отменяют гол коньком. С игры показывают. Причем с игры отмехали в группу. Даже их стали смотреть, да. Ну, Алексей Иванович, ну то есть вот как бы вот это ударное движение. Ударное движение Вадима Щепачева ногой. Алексей Иванович, напомните, ударное движение – это вот... Отмена гол. Ну, конкретно, бьет по шайбе ногой, как в футболе, для того, чтобы отменить... То есть вот, например, эту ситуацию мы не можем, например, расценить, как будто бы он подставил больше конек. То есть это прямо было ударное движение? Нет, я подглядел у вас в бумажке, у вас потом будет гол Бурдасов. Да, другая история. Гол Бурдасов. Давайте сразу гол Бурдасову покажем. Достаточное количество моментов, когда игроки пытаются развернуть конек или принять шайбу, но не делают ударного движения, как в голе с Бурдасовым. Вот это немножко разные, поэтому разные эпизоды. А вот тут он подставляет. Да, да, он ничего не делает. Такие голы засчитываются, и они пачками засчитывались, и все это знают, и поэтому вопросов нет. Причем, ну, понятно, что, наверное, это больше для болельщиков. Тренерскому штабу «Динамо», и здесь всем было понятно, почему гол или не гол. Ну, вам, я не знаю, вам, я так понимаю, если один, это давно понятно. Ну, да, да, да. Просто, знаете, иногда вот... Нет, мы для чего берем-то, чтобы объяснить. Да, она попадает, он там, да, причем он там может развернуть конек, но он не бьет по шайбе ногой. Тем более он на опорной стоял. Хорошая ремарка. Он стоит на опорной, с опорной-то пнуть тяжеловато. Да, он вообще говорит, что еще попало в конек. Помните, хороший такой же гол «Спартак» только забивал в позапрошлом сезоне или в прошлом? Слушай, ты вспоминаешь, кто их помнит? Не, правда, но Зубов забивал ЦСКА, там он разворачивался в овертайме. Ну, хорошо, да, помним, конечно, уважаемые телезрители. На этом все. Сегодня, друзья, только еще раз напомним, с этого, как бы, программы сегодня начал Алексей Анисимов. Мы-то хотели это все в секрете, с Леонидом Вайсельдом держать программу. Пишется ровно в тот день, когда играется седьмой матч. Седьмой матч серии между «Магниткой» и «Авангардом». И мы надеемся, что там будет именно торжество хоккея, и у судей никаких головных болей не будет. Если вдруг они будут, там таблеточка, Алексей Владимирович, и в следующую программу «Судейский». На этом все. Владимир Гучик, Алексей Анисимов, Леонид Вайсельд. До свидания. Всего доброго, до свидания. Всех благ, все будет хорошо. Субтитры подогнал «Симон»